По сути, любовью называют состояние, когда ваши эмоции становятся приятными. Сидя здесь, вы можете испытывать любовь к человеку, которого даже нет рядом. То есть, любовь не зависит от кого-то другого. Это просто ваши приятные эмоции. Но посмотрите, ваша любовь, ваша способность любить, она запускается вами или кем-то другим. Как только человек начинает глубже осознавать свою природу, он понимает, что для переживания любви, блаженства, восторга и даже экстаза жизни. На самом деле, вам не нужен никто другой. Просто сидя здесь, вы можете почувствовать это внутри себя. Ведь в конце концов, это ваше тело, ваш ум, ваши эмоции, ваша внутренняя химия. И именно вы создаете все переживания в своей жизни. Люди не осознают, что они являются создателями своей жизни. Что именно они создают свою жизнь такой, как они хотят. Большинство все еще верит, что их опыт формирует окружение и ситуации вокруг них. Но это не так. Свои переживания мы на 100% создаем сами. На 100%. Если вы полностью создаете свои переживания, прямо сейчас, когда вы сидите здесь, хотели бы вы поддерживать приятные ощущения в уме, теле, эмоциях и энергиях. Или бы выбрали что-нибудь неприятное. Конечно, приятное. Тогда естественным образом вы были бы любящими. Для этого никто не нужен. Когда мы говорим об отношениях между мужчиной и женщиной, в них может быть много разных аспектов. Социальный аспект, физический, психологический, экономический и множество других аспектов, которые могут быть удовлетворены в отношениях. В нашей жизни мы создаем множество различных видов отношений. Это могут быть отношения в бизнесе, личные отношения, профессиональные. Так или иначе, мы создаем взаимоотношения для того, чтобы удовлетворить свои или чьи-то еще потребности. Это и есть отношения. Но то, что вы называете любовью, является лишь приятным состоянием ваших эмоций. Вы можете использовать другого человека, чтобы стимулировать в себе эти эмоции. Либо вы можете создавать их самостоятельно. Мы слушаем, что здоровая любовь – это не подарки, это не внимание, это не забота. Это, во-первых, стабильное чувство. Когда вы не меняете свои чувства, у вас нет, как вот там Таня звонила, говорит «то люблю, то не люблю». Нет. Когда человек здоровый психически, и он стабильный, он любит. И это, кстати, ответ на вопрос, что любовь не угасает с годами. Она не угасает у здоровых людей. Возможно, она трансформируется? Она правильно говоришь, она трансформируется, да. Какие у нее основные стадии трансформации? Влюбленность проходит. Влюбленность проходит. Вот астрация чувств может пройти. И отношения становятся более дружескими и родственными. Но сразу же… Понимание. Да, но у невротиков сразу вопрос возникает. А секс-то куда засунуть-то в дружеских и родственных отношениях? В начало, в страсть и в ревность. Это вопрос, опять же, невротиков, которые очень четко делят. Секс как страсть, но без дружбы и без родственности. А родственность, она тогда уже без секса. То есть это опять одно противоречит другому. Одно идет в ущерб другому. У здоровых людей эти вещи не нарушают друг друга. То есть у тебя близкие отношения с твоим мужем. И это никак не влияет на вашу сексуальную жизнь в плохом смысле. И вот я хочу сказать… Скажи. Хочешь, скажи. Хочу сказать, что это не от отношений зависит. Это зависит от самих людей. Когда люди психических проблем не имеют, когда они не невротики, то их отношения, они только с возрастом становятся лучше. Опять вопрос, за счет чего? Чтобы я не выглядел таким уж теоретиком конченным. А за счет того, что люди себя реализуют, им интересно друг с другом, потому что все они чем-то заняты. У них что-то в жизни происходит. Они все время меняются. За счет того, что у них есть потребность в развитии. Мы еще опять говорим про здоровых людей, да? Они интересны друг другу из-за этого. У них не бывает так, что одна часть семьи лежит на диване и подыхает, а другая что-то бьется головой об стену и пытается что-то добиться. Нет, они вместе, и каждый сам по себе. Кстати, они не замыкаются друг на друге. У каждого есть своя жизнь. Они в жизни что-то достигают, что-то реализуют. За счет этого они до гробовой доски сохраняют интерес и к себе, и друг другу. А секс, он как раз на этом и завязан. И первая причина сексуального охлаждения, у тебя человек не интересен, а с этим тельцем, как бы сексом заниматься, я и так уж с ним 30 лет занимаюсь, ничего нового. Потому что секс же в голове происходит, а если в голове не в твоей, не в партере ничего интересного, ну, как бы это вообще все становится не таким волшебным. Субтитры создавал DimaTorzok